Всех приветствую на нашем канале. На прошлом видео я выставлял информацию относительно того, что у нас меняется концепция нашего канала. Те вопросы, которые приходили в комментариях, которые я просил, чтобы люди писали, чтобы показали, что для людей более всего интересно, актуально и азартно, в основном крутилось вокруг нескольких тем. Первое, это то, что люди сказали, им интересны любые направления, которыми мы занимаемся, и по большому счету, в хорошем смысле слова, люди всеядны по той информации, которая приходит от нас. В отношении следующих вопросов очень много людей спрашивало, ну, среди тех, кто написали комментарий, давайте так, относительно возможности покупки наших книг. Сразу предупреждаю, что книги в печатном варианте сейчас довольно редко, можно где-то найти и достать. Мы сейчас сделали книги в электронном варианте, в PDF, он довольно нормально читается на смартфоне, даже в отношении, например, такого понятия, как книги по психологии цвета, которую мы делали в печатном варианте и специально дома на принтере печатали плашечки с различными оттенками и оригинальными цветами. На PDF очень круто смотрится и довольно читабельно видно оттенки, нюансы, детали и все остальное. В этом плане я внизу в описании оставлю ссылку на наш сайт, где можно найти информацию относительно возможности купить книги. Их можно заказать, у нас мы отправляем, то есть не проблема. Это мы договоримся. Желательно об этом писать не в комментариях, а писать где-нибудь уже в личных сообщениях. Либо найти нас через наш сайт, тоже ссылка будет в описании, либо найти нас непосредственно через всевозможные каналы, телеграммы, вайберы и у нас есть группа также в инстаграме. Ну найдете. Следующие вопросы, один вопрос был относительно обучения. Обучение точно так же на сайте, все расписание у нас есть, это все можно найти, ссылка будет в описании, тоже найдете. Следующее, что хотел бы сказать, это благодарность в первую очередь подписчикам, тем людям, которые принимают активное участие, потому что по тем отзывам, которые пришли, люди довольно включены и благодарны за ту информацию, которой мы делимся. То есть это, знаете, как обратная связь и понимание того, что мы занимаемся действительно в какой-то мере, скажем так, полезным делом. То есть это все не уходит пустую, как вода в песок, скажем так. За это еще раз огромное спасибо. Следующий момент, который хотел бы обсудить, это касается относительно тех тем, которые мы обсуждаем. То есть я сразу предупреждаю, что у нас на канале мы обсуждаем вопросы, связанные с психодиагностикой, пять направлений, которые я озвучивал. И сразу предупреждаю, что я не обсуждаю политические события, я не обсуждаю военные события. Для этого есть политические аналитики, для этого есть военные аналитики. И те люди, которые будут пытаться разогнать здесь какой-то определенный, не знаю, от хайпа до какого-то негативного, скажем так, волны, я буду банально удалять комментарии. Плюс, если будет действительно человек очень сильно настойчив в своей, скажем так, негативной настроенности, я его буду ставить в черный список. Поэтому сразу предупреждаю, тех людей, которые хотят раскачивать здесь определенную волну, просьба, ну не беспокойте, не рвать мне сердце. Это самые главные вещи, которые я сказал. Относительно той темы, которую сегодня мы будем обсуждать, она связана с физиогномикой. Я выбирал между физиогномикой и психосоматикой, но вот один из отзывов, который пришел, или комментариев, касался как раз разворачивания такой темы, как психология, физиогномика взгляда. То есть то, как люди смотрят, как люди воспринимают нас, что такое глазки, откуда они, скажем, с чем они связаны и какую функцию у нас выполняют. Вот сегодня мы именно на эту тему и начнем. Поэтому смотрите, то есть первое, что я хотел бы остановиться, то есть очень частое явление, которое гуляет в интернете и все остальное, это связь глаз, куда глазки пошли, влево, вправо, вверх, вниз. Это все NLP-шная тема, они довольно хорошо это все разобрали, и я это озвучивать не буду. Я думаю, этим интернет-пространство довольно хорошо заполнено. То, что мы будем рассматривать, то, что я сегодня как раз разверну, и то, что я подниму, это, знаете, больше как понятие округления, когда глазки вылупляют, когда смотрят из-под лба, либо смотрят из-под подбородком. То есть какие-то такие вещи, получается, прищер то же самое. По прищеру у нас есть видео, я его выставлял, там довольно хорошо, широко развернуто. Сегодня я сделаю общую такую картинку для того, чтобы было понятно, как иногда определять по взгляду отношения человека. Смотрите, глазки сами по себе у нас выполняют функцию, знаете, как построение перспективы нашего движения. Очень часто, то есть на глаза набрасывают исключительно функцию, ну, как вот то, что вижу, то, что воспринимаю, это и есть глаза. То есть это вот, а-ля типа проблема со зрением во психосоматике из-за того, что я чего-то не хочу видеть. Мое понимание, это очень узкая такая, как, скажем так, узкий взгляд на вещи. Сами по себе глазки, они больше, знаете, как строят перспективу, они отвечают за панорамность восприятия, запланирование. То есть если переводить, например, на функцию, функционал, например, какой-нибудь предприятия, либо какой-нибудь завода, либо компании, то глазки – это как плановый отдел. Глазки – это, знаете, тот отдел, который должен показать, через сколько дней там закончится товар, через сколько они планируют, например, продать продукции в следующем месяце. Глазками мы строим картинку того, что нас будет ждать впереди. В этом отношении, знаете, как очень красиво, но когда мы куда-то будем ехать отдыхать, то есть мы глазками четко будем выстраивать маршрут достижения той цели, которую мы теперь с собой ставим. Глазками мы будем рисовать в определенной степени виртуальный, надуманный, мечтательный мир, не тот, который реальный, а тот, который мы хотим, чтобы был. То есть в этом плане глазки как раз и являются самым искажающим органом нашего восприятия, потому что они постоянно набрасывают ту картинку, которую мы хотим, которая должна быть в нашем установочном восприятии. На самом деле то, что будет, уже покажут у нас губки, нос, кожу, волосы, ушки, то есть подушечки пальцев, то есть уже какая-то акссенсорика. Это все уже под ясновидение, это уже покажет немножко в другом измерении, насколько тот сценарий, который мы себе нарисовали глазками, действительно совпадет с реальностью. И в этом плане получается, то есть смотрите, например, когда вы общаетесь с человеком, и он, например, начинает на вас очень жестко вторгаться своими глазами, по сути идет сильнейшее зомбирование, идет ломка, идет стремление человека навязать вам свое видение, свою картинку, свое восприятие. Заметьте, в этом отношении первое, что хотел бы остановиться, очень часто будете сталкиваться с людьми, которые не смотрят в глаза, они глазки убирают в сторону. То есть я не говорю сейчас о тех глазках, которые, знаете, как бегают метушаться, либо бегают как в футбольный мячик по полю, получается туда-сюда. В этом отношении я сейчас говорю о том человеке, который, сейчас-то свой взгляд, постоянно куда-то пытается убрать, вообще не с вами, он не смотрит в глаза. Часто иногда ошибочно это называют, ну, из серии, знаете, как состояние вранья, искажения, попытки уйти и все остальное. Поверьте, не всегда это так. Часть людей убирает свои глаза в сторону, чтобы не попадать под давление, под воздействие, под влияние, под навязывание своей точки зрения. Часть людей будет убирать глаза, потому что они не хотят вступать в прямую конфронтацию. Взгляд глаза в глаза – это наезд, это стрелка, это разборка. В первую очередь это, получается, состояние в какой-то мере как тотального, серьезнейшего вторжения на вашу территорию. Причем вторжение на уровне глубинной, получается, задней доли нашего мозга. В этом плане очень важно по разницу разделять. Когда на вас смотрят, например, в метро в упор, и зрачок будет сужен, человек четко, жестко вас берет на прицел и пытается вас сломать. Когда вы смотрите на своего влюбленного, на своего партнера, в которого вы влюблены, и глазки вот такие мутные, большие зрачки, и вы смотрите глаза в глаза, да, это совсем другое состояние, там войны нет. Там как раз будет стремление утопить в себе партнера, утонуть в нем. То есть максимально войти, получается, в виду синергию, слияние, тотальное растворение друг в друге. Это разные вещи. Поэтому глазки, когда смотрят в упор, не воспринимайте, что человек сейчас с вами искренне, честен, либо еще как-то. Очень часто это будет банальное, получается, стремление продавить, проломать. Очень многих людей на это, ну, службы, спецслужбы тренируют для того, чтобы вы умели смотреть в глаза и не отводить. Следить за человеком, видеть каждое его движение. Часть людей это сбивает. Часть людей, которые смотрят в глаза, они начинают, знаете, как погружаться в ваше, ну, это как слово подсознание, в вашу сущность, и эта информация начинает сбивать. Поэтому они очень часто глазки будут убирать в сторону. Часть людей, которые не являются, а визуальными, скажем так, по восприятию, которые больше являются, то есть по восприятию где-то ушными, скажем так, слуховыми, и они тоже будут убирать глазки в сторону, потому что для них та информация, которая поступает через, скажем так, в аудиальное направление, более важная, чем визуальная. Потому что, еще раз повторюсь, глаза максимально искажающие. Глазами нам навязывают то, что должно быть, но не то, что есть на самом деле. А вот ушки, в какой-то мере, я потом как-то объясню, они как раз максимально будут показывать то, что будет в дальнейшей перспективе не планирования, а прогнозирование. Это четкое понимание, что на самом деле грядет. Где-то вот так будет построен принцип разделения. Глазки планируют, ушки сверяют с тем, насколько это будет именно так. Следующий аспект, который тоже в глазках очень важно определять, например, это когда человек на вас глазки щурит. Видео по этому поводу я уже выпускал, то здесь кратко пройдусь. То есть прищур ни в коем случае не нужно путать между собой, когда человек плохо видит вдаль. Есть разгляд людей, которых страдает близорукостью. Здесь нужно уже смотреть психосоматику. Они когда смотрят, они глазки прищуривают, иногда даже вот так специально пальчик ставят на висок, натягивают. Они уменьшают диафрагму восприятия для того, чтобы навести резкость, видеть четкость контуров той картинки, которую они воспринимают. А я речь веду не о близоруких людях, а о тех людях, которые прищуриваются, и у них взгляд будет, знаете, более хищный, более жесткий, более такой, как конкретный. Ну, очень красивый пример, наверное, то есть дедный будет Дональд Трамп. То есть у него на всех фотографиях, у него глазки маленькая такая узкая щелка. Он сам по себе маленькие глазки и при этом еще конкретно узкие. То есть это человек, и смотрите, теперь момент понятия прищуренных глазах, это, знаете, как максимальное включение левого полушария восприязи. Прищуренные глазки – это состояние просчета жесткого, рационального, дискретного, конкретного, категоричного. То есть в прищуренном глазе нету и близко такого понятия, как эмпатия, сочувствие, сострадание, сопереживание. Когда на вас сидят щурят глазки, по большому счету вас сейчас жестко сканируют на то, какое следующее действие конкретно вы должны сделать. Прищуренные глазки, получается, знаете, можно сравнить с охотником, который наводит, ну, дуло ружья, скажем так, на мишень, либо целится стрелой из лука. То есть прищуренные глазки, знаете, как красивый пример в бизнесе, например, вы будете сидеть на переговорах, человек начинает какую-то тему вам задвигать и прищуривает глаза. Его причур показывает, что он возьмет свое по-любому, очень жестко, конкретно. И сейчас он играет в определенной степени, как квест. Он пытается вас в данный момент четко, как шахматист, переиграть. Слова, которые он говорит, он смотрит обратную связь, как вы на них реагируете, какой следующий шаг сделать. И это как шахматная партия, там нет любви, там нет жалости. Там четкий, конкретный, логический просчет. Пленных брать не будут. В этом отношении, опять же, все зависит от того, с кем вы имеете дело. Если вы приходите на переговоры, прищуренные глаза, ну, в какой-то мере можно нормально дать спуск. Минус, конечно, большой. Знаете, туда будет добавляться определенная степень, ну, где-то паранойи, подозрительности, лишние такой агрессивные настроенности изначально. У меня как-то был пример жизни. Я приехал в один город физиономику, о, графологии читать. И заказчик сел, так получается, лобик насупил, а скал такой еще взял, клыки показал. Вот свои, и прищуренные глаза. Ну, у меня хватило минут, наверное, на 10 находиться под таким давлением, под таким прессингом. Я после этого четко озвучил, какая-то есть проблема, какие-то есть вопросы. Я говорю, что что-то не так. Он говорит, нет, все нормально. Я говорю, что состояние восприятия с твоей стороны является ненормальным. То есть это, получается, состояние от абсолютного тотального недоверия, получается, и я воспринимаюсь, ну, как жертва в чистом виде. С которой, получается, то есть берут информацию, после этого, ну, где-то там оставляют на обочине. Когда вы приходите на свидание, на вас щурят глаза, поймите, это очень плохо, потому что любви к вам нет. То есть идут просчеты серии, ну, не знаю, там, свозьтесь, куда-нибудь там отдохнуть, либо купите ли машину, либо там, насколько много вы сможете зарабатывать, получается, то есть на перспективу. Заметьте, очень важный моментик, вот то, что я озвучивал, что глаза отвечают за планирование и за перспективу. И когда человек жестко прищуривает глаза, он жестко просчитывает, насколько вы выйдете в ту точку будущего, которую он хочет. Это как квест, поняли? То есть вот здесь очень четкий образ. Шаг, взвешивание, обратная связь, шаг, взвешивание, обратная связь. Ни больше, ни меньше. Вот такие вещи, именно связанные как раз непосредственно с прищуриванием глаз. То есть все, очень многие, смотрите, в психодиагностике то, что важно понимать, и в физиогномике особенно, особенно жестов, особенно интерпретации жестов. Очень важно понимать контекст ситуации, на какую информацию человек дает, скажем так, определенную реакцию. То есть это же может, знаете, как из серии, опять же, досидеть лекции, слушать, можно, получается, воспитывать своего ребенка. То есть может ребенок приходить к родителю и озвучить какие-то вещи, прищурить на него свои глазки. И это нужно интерпретировать в контексты именно этих событий, этой ситуации, и этой модели. Иногда информация, ну не то, что будет кардинально меняться, просто она будет, скажем так, подстраиваться под ту ситуацию. То есть она может менять свой сценарий. Что еще очень важненько, например, по глазкам, то есть, например, то самое, как понятие округления. Вот здесь в отношении округления, никакого случая не нужно путать. Знаете, как есть жест, когда, очень часто его в фильмах показывают, когда тут оборожение идет, у страха глаза велики. То есть когда человек попадает в очень опасную ситуацию, у него глаза, знаете, становятся большие, вылупленные и округленные. То есть очень важный аспект в этом состоянии будет очень большой, широкий, расширенный зрачок. Это будет показатель того, что человек находится в состоянии, знаете, как правого полушария, действительно страха, испуга. Глазки максимально расширяются для того, чтобы воспринимать опасность сблизи и, знаете, как видеть целостно всю картинку, воспринимать весь шумовой образный сигнал. То есть не суживать, получается, до узкого аспекта, меня интересует только это, как в прищуре, а видеть весь фонт, страха, ужаса, получается, событие, которое вот-вот должно произойти, и непонятно, откуда оно выйдет. Поэтому, когда человек на какие-то будете сталкиваться, люди какие-то будут озвучивать, ну да ладно, то есть они там на добровке кверху будут идти, это отдельная информация. А очень часто данные глаза, получается, будут расширять. Это и показывает то, что они к этой информации не были готовы, эта информация для них в какой-то мере действительно нова, но с другой стороны, поймите, они не пытаются ее в какой-то мере где-то проанализировать, где-то прочитать, где-то понять, где-то осознать. То есть это состояние такого, как максимального ступора, когда человек попадает в модель, ну где-то как такого. Слово ступор очень классно подходит, я не буду его менять, то есть вот именно за ступорение. Более опасный жест, когда человек глазки свои округляет. То есть здесь не будет происходить, получается, то есть фактор, скажем так, вот этого такого удивления, вылупленности. Здесь будет происходить больше, как определенное, получается, то есть именно округление самого глазика, то есть он четко будет становиться более круглым. Часто будете сталкиваться с людьми, у которых изначально глазки уже округленные. Классический пример Хиллари Клинтон. У нее очень четко глазки уже как пятикопеечная монетка. В этом плане округленность глаза – опасный сигнал, потому что люди показывают свою определенную жесткость достижения цели. Это люди, которые стремятся идти четко к самой короткой дорогой к желаемому. У них нет компромисса, у них нет способности адаптирования по ситуации. То, что они себе глазками запланировали, ту перспективу, которую они себе построили, они будут это брать по-любому. Договориться с ними не получится, с пути они не сойдут. Круглые глаза можно сравнить с понятием определенной маниакальности. Маниакальность не в том смысле, что человек бегает по улице, убивает или насилует. Маниакальность в том смысле, что человек на чем-то очень жестко застреет и он с этого канала пути не сходит. Очень красивые аспекты. В этом плане потом как-нибудь дойдем, будем обсуждать, мы на обучении это обсуждаем. Это, знаете, как моменты, когда глазки близко посажены, широко расставлены, круглые, либо панорамные. Там очень интересные бывают комбинации, как в умении достигать либо дальние цели, либо ближние оперативные задачи в конвейерном типе, либо быть определенным маневренным и, скажем так, находить нестандартное решение. Там будет очень прикольная конфигурация. Но как только человек, например, на определенные события начинает, при переговоре, то человек что-то начинает озвучивать, у него глазки начинают округляться. Это показатель того, что он этого не то, что хочет. Он ради этого готов ошибиться в лепешку и вас в пути снести. И причем, кстати, он не будет ждать. Он не будет, получается, в какой-то мере, как идти на компромисс. Он будет, получается, этого требовать здесь и сейчас как можно быстрее. Если мужчина приходит на свидание, ну так, чисто ремарка, наверное, это как техника безопасности первого свидания для женщин. Если приходит женщина на свидание и мужчина на нее округляет глазки, возможно, пора паковать чемодан. Если она не хочет, чтобы все закончилось в определенной степени попыткой, скажем так, контактов сексуальных через физическое насилие. То есть округленные глазки – это очень опасный симптом. То, что еще можно, например, по зрачкам, по зрению, по восприятию обсудить, это, знаете, как важна сама по себе еще иногда постановка головы. Мы эти моменты будем обсуждать, потому что жест не очень, не всегда состоит только из одного какого-то аспекта. Ну вот, например, я, видите, вот сейчас сяду, немножко подбородочек у меня взлетает кверху, получается, веки немножко опускается, получается, то есть я вот смотрю сейчас на то, что происходит через определенный такой, как томный, получается, взгляд из-под век. То есть здесь очень многие факторы, то есть из серии челюсть вперед выдвигается, выставляется под удар, гаврильный подбородочек, который отвечает за идеологию и вербальную коммуникацию, выдвигается вперед, веки опускаются, взгляд сам по себе становится где-то размытый, получается, то есть может очень часто поверх голов. То есть я больше сейчас речь, вырывая из этого контекста маленький аспект именно глаза, то есть когда вы сообщаетесь с человеком и он, например, у него что-то спросили, он так садится, знаете, из серии. Ну, сейчас я тебе расскажу по этому поводу, что я думаю. То есть в какой-то мере даже и манеру специально взял, то есть они очень часто где-то так и работают. То есть здесь резко включается максимальный уровень, знаете, как определенного, ну, снобизма, гордыни, ценности себя уникального. То есть человек начинает вам вещать какие-то вещи и при этом он начинает считать, что он сейчас владеет истиной, единый, пусть все кто знает то, как есть на самом деле. В основном восприятии будет, ну, где-то принимать как нерадивого ученика, адепта, которому нужно просветить, которому нужно донести информацию, который что-то там не догоняет. Сейчас он так немножко режет глаза, но очень часто будете тоже сталкиваться, сейчас очень любят определенные люди, скажем так, связанные с вербальной коммуникацией, какие-то выступления, спикеры, иногда психологи. То есть они очень часто сфотографируются вот так. То есть они выставляют вот именно в таком жесте свой подбородочек вперед. Получается они подпирают его так же манно своим пальчиком и выставляют это как на свое портфолио, как сигнал о том, что пригласите меня и перед вами выступлю. Да, в этом отношении человек максимально показывает, что он очень ценный, уникальный и особенно исключительный. Но параллельно он эти показывает, что он будет доносить информацию вам исключительно в разрезе своего собственного величия. То есть он будет воспринимать вас в коммуникации как того, к которому здесь сейчас сверху спускаются слова благодати. То есть в этом не будет абсолютно никакого стремления вас научить, поделиться информацией, каким-то образом вас поднять, приподнять, чтобы выросли, чего-то трансформировались, либо чего-то поняли. Человек максимально набрасывает на это все свое я, свое эго, свою уникальность. Плюс еще добавьте к такому постановке, если люди так любят общаться, знаете, есть такое понятие в психологии, как метод защиты называется проекция. То есть это люди проектанты. Проектантство это то качество, когда человек своими негативными качествами нагружает других. То есть если идут позитивные сигналы и серии, ты классный, ты уникальный, ты особенный, лучше тебя никого нет, человек в этом отношении, получается, конечно же скажет, да, именно такой. Но как только пойдет критика негативной информации, либо какие-то аспекты, скажем так, проколов, человек максимально начнет это все сбрасывать и искать крайнего вовне. То есть я потом как-нибудь отдельно посвячу видео такому понятию, как выловить проектанта. Проектанты чем опасны? Тем, что они не принимают негативную информацию, они не учатся на собственных ошибках, они на определенном этапе, то есть постоянно идут в стремлении позитивного сценария и постоянно искать гадость в других, но не начинать это колупать в себе. И с проектантами чем опасно общаться? Как только вы им показываете их негатив, они записывают вас в разряд своих врагов, которых нужно ликвидировать в случае возможности, потому что вы знаете о них то, что они сами себе знать не хотят. Один из вот этих жестов, это вот такая вещь, это максимальный проектант. В этом плане получается, например, если человек будет сидеть с вами и общаться, и начинать вот так подбородочек опускать, глазки, получается, то есть из-под лоба смотрящие тоже на вас, и заметьте, жесты можно же так смотреть, можно так смотреть, то есть можно уже комбинировать определенные факторы, то есть связанные там с бровями, либо раскрытием глаза, либо сужением диафрагмы глаза, либо зрачок. Сейчас речь идет исключительно о наклоне головы и именно интерпретации взгляда. Так вот поймите, когда глазки начинают смотреть из-под лба, челюсть задвигается, то есть я по сути такое понятие, как в пола глаза, из глазки становится более, ну в какой-то мере как защищенная, получается, то есть высотой лба. Это будет усилять в какой-то мере понятие где-то кусочком маленькой паранойи, но больше это дают как определенной смелости, способности держать негативную информацию, то есть смотреть опасности в лицо. Плюс еще, добавьте к этому, выпирает вот эта зона, которая в физиогномике является зоной эго, зоной нашего, ну где-то самолюбия, где-то эгоизма, амбициозность, чистолюбие, таких обидчивости. И когда получается идет вот это выпирание этой зоны, то есть на уровне коммуникации, то есть по сути я на этом закусился, то есть я так решил, то есть я в какой-то мере сейчас являюсь максимальным эгоистом, вы со мной не договоритесь, и я по сути, набычиваясь, максимально теперь готов рассматривать любой сценарий для того, чтобы отстоять свою точку зрения и с нее не сойти. Вот то, что я себе глазками нарисовал как перспективу, тот план, который я поставил, ту цель, на которую я стремлюсь, то есть на этом я закусился, вы меня не переубедите. Иногда так, ну чисто по коммуникации, у меня так дети старшие, то есть когда какие-то споры идут, то есть начинают сразу так ласкаться через лук, набычиваться, то я понимаю, что сейчас в какой-то мере договориться нельзя. То есть либо нужно каким-то мере отступать и потом приходить на коммуникацию в другом аспекте, в другой момент времени, либо нужно как-то эту проблему решать. Я предпочитаю легкий такой, знаете, как толчок по лбу, чтобы сбить лишнее вот это упрямство, давайте так скажу. Но здесь больше меня интересует, еще раз говорю, вот это усиление еще добавьте в пологлазости, в пологлазости, особенно если человек еще изначально в пологлазы и еще маленькие глазки, это определенный уровень паранойи. Вот такие вещи еще плюс на обычность, это усиление паранойи. А паранойи тоже как-нибудь, я посвящу момент, я разверну как-то эту тему, покажу, как выловлять паранойку. Очень часто это как раз люди, которые ищут черную кошку в черной комнате, которой там может и не быть, они подозревают всех. У них есть свои очень сильные стороны, есть очень слабые стороны. Можно использовать одни, можно защищаться от других. И это получается тоже можно как-нибудь будет интересно ради интереса развернуть и показать, как с этим работать. Именно как-то физиологическим фактором это все разворачивать. Вот в какой-то мере получается тема, которую я хотел обсудить, именно связанная с глазами. Если у вас будут какие-то вопросы уточняющие, пишите комментарии. Комментарии, вы поняли, они приветствуются и они показывают о том, что вам действительно это интересно и вы хотите этом в какой-то мере развернуть, узнать, каким-то образом расшифровать, совершенствоваться и все остальное. Напоследок то, что еще хочу сказать. Следующая тема, которую мы будем разворачивать, которую я буду поднимать на нашем видео, будет касаться психосоматики. То есть у нас от одной из подписчиков Дианы приходил очень интересный вопрос, связанный как раз с проблемой холестерина. То есть мне вот этот вопрос показался интересным, я его попытаюсь развернуть так, чтобы действительно на какой-то мере было интересно. Плюс большая благодарность той самой Диане, которая вопросы задавала, она дала определенной степени свою попытку интерпретации. Мне это нравится, потому что это дает, знаете, как способность не только слушать и просто запоминать, но и в какой-то мере действительно учиться и нарабатывать свою способность анализировать события, свою способность анализировать информацию. Это не обратная связь, это больше, знаете, как попытка чему-то прийти самому, потом сверить к тому, ну как это видят другие. То есть это дает возможность в дальнейшем наработать свою способность синтезировать информацию и выходить на любые сведения. Ставить под вопрос любые темы и вытягивать оттуда какую-то соль, какую-то истину, какую-то суть. Поэтому следующая тема у нас будет, я думаю, что холестерин в отношении, это именно как будет касаться психосоматики, в отношении тех вопросов, которые еще были связаны там с цветами, с едой, с продуктами питания, то есть графологией. Я тоже буду это все разворачивать, это все будет. То есть просто буду выбирать какую-то тему, то есть пишите комментарии, спрашивайте и будем это все обговаривать. Все, всем спасибо, всем до свидания. Вопросы по психосоматике, то есть пишите тоже, следующая тема психосоматика, то есть мы, по сути, по большому счету на обратной связи и на контакте. Все, всем пока, до связи, до свидания.